Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и абсолютно неожиданно на продаже появился ЛИ КПЗ М4190 мм. Что с собой ЛИ представляет, обязательно сейчас посмотрим в боях. Если вас интересует честный обзор на данную машину, то он есть уже на канале. Вот ссылочка, переходите, посмотрите. Ну и плюс к тому, ребят, внизу в описании к видосу вы найдете ссылку на это же видео. Что касается самого предложения. Мне кажется, что предложение довольно интересное. Дело в том, что это восьмерка, как ни крути. Довольно интересное, довольно играбельное, довольно веселое. Причем за нее просят 5500 золота и вам еще к ним дают. Целых 25 сертификатов Х5, которые действительно помогут на данной машине существенно поднять ваши копилки. Ну и ребят, неплохо сделают вложение в ваш элитный опыт экипажа. Есть каму, который на машине смотрится простецки. Ну серьезно, просто очень смотрится. И, честно говоря, какого-то дополнительного шарма у машины не появляется. Просто черная, строгая, симпатичная. Но я бы не сказал, что какая-то, знаете, выдающаяся и бросающаяся в глаза. Просто тихо и спокойно. Что касается вот этого сертификата, нас все больше и больше разработчики, как я понимаю, готовят к выходу новой ветки МВЗ-55 и лишним он однозначно не будет. Плюс к тому, если вы, допустим, там по батл пассу получаете дополнительные сертификатики, то вы их можете обменивать и, соответственно, делать из 25% скидки 50%, что существенно облегчит задачу в открытии восьмого левела. Есть целых 30 дней прем-аккаунта, а прем-аккаунт у нас действительно в последнее время, ну, является крайней редкостью. Чуть ли не вид вымирающий подарков. Короче говоря, ребят, 30 дней према сейчас будут, кстати, абсолютно всем. Ну и плюс к тому еще два контейнера, собери их все. Если вы плюс-минус фартовый чувак и вам хотя бы иногда что-то из контейнеров выпадает, то здесь вы можете поживиться чем-нибудь интересненьким, ну а в крайнем случае выпадет что-нибудь из вот этого всего дополнительного, я бы сказал, модлаха. Потому что по большому счету бустеры и так далее, это безусловно не то, что мы бы хотели получать из контейнеров. Поэтому держим пальцы крестиком и дай боженька, чтобы вам из них выпала какая-нибудь хорошая годная машинка. Ну или вообще какая-нибудь машинка, пускай и не сильно годная, все равно лучше чем бустеры, согласитесь. Поэтому, ребят, за 5,5 тысяч я лично считаю, что данное предложение плюс-минус адекватное и хорошее, особенно с учетом 30 дней према. Что же касается самой машины, как я сказал, сейчас мы просто возьмем ее, выкатим из ангара и не будем делать отдельного зацена по ТТХ, по броне, по орудию. Все это вы сможете найти в видосе, которое есть в описании. Плюс к тому, ребят, приглашаю всех на свой дискорд сервер, на котором вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Вы сможете поделиться своими успехами, есть раздел новостей игры, где вы можете видеть новости, которые только вышли и только появились на официальных источниках. И, ребят, есть раздел там, где вы можете посмотреть, какие видео выходили на канале, для того, чтобы не пропустить выход какого-то видео, но и для того, чтобы убедиться в том, что вы посмотрели все, что выходило. Зачем это необходимо? Дело в том, что если вы являетесь подписчиком канала или подпишетесь прямо сейчас, а сделать это можете по вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу, вы имеете возможность после этого зарегистрироваться на розыгрыш, который будет проходить в субботу на стримчике. На субботней катке будет разыгрываться особый пропуск на батл пасс этого месяца. В дальнейшем, каждую субботу, будут проходить новые розыгрыши, новых призов, как особых пропусков, так и машин, золота и каких-нибудь наборчиков. Поэтому, друзья мои, переходите по ссылочке, которая есть в описании, в видосик, в котором разъясняется, как зарегистрироваться на участие, что для этого необходимо делать. Кратко скажу следующее. Для того, чтобы зарегистрироваться, для того, чтобы участвовать, необходимо подписаться на канал, ставить лайки под видосами, которые выходят в течение недели, и под этими же видосами писать комментарии с указанием своего никнейма в игре. Ну, а потом приходите на стрим «Субботняя катка» и дальше участвуете в розыгрыше. Вот такие вот простые правила, особо делать ничего не надо, поэтому приглашаю всех подписаться, жду всех на канале и на стримчике. Чем мне нравится Лишка? Лишка просто обалденно передвигается по карте, обладает очень классным, скорострельным и очень точным орудием, которое позволяет круто отыгрывать в бою. Вы действительно очень полезный игрок, в этом не откажешь. При этом, ребят, безусловно, вы картон, потому что вы легкий танк в игре, а не тяжелый. Но и рассчитывать на то, что вы прям супер живучая машина, я бы не рекомендовал. Хотя в целом, ребят, не в этом фан. Фан машины в том, что ты можешь подкатываться, накидывать, быть полезным, выносить кого-нибудь, короче говоря, сделать что-то действительно хорошее. Единственное, что я ремку, блин, уже использовал, очень жаль, поэтому приходится отыгрывать на более худосочном орудии, потому что поремкать сейчас, к сожалению, орудие у меня нет возможности. Ему еще целых 40 секунд ожидать, но я надеюсь, что у меня, в принципе, получится это. И, в принципе, со шпицом, мне кажется, что я могу справиться даже с таким состоянием орудия. У меня целых 2 секунды, да, и плюс к тому, есть Комет, который мне, как говорится, в поддержку. Машина очень классная, очень веселая. Больше чем уверен, что зайдет многим любителям легких танков. Ну, а играя на 8 уровне, в принципе, можно плюс-минус неплохо фармить на ней. Я не могу сказать, что это прям имба по фарму, но то, что вы сможете на ней давать годные хорошие результаты, и за это получать нормальное вознаграждение по результатам боя, ну, это однозначно. Так, ну что, поехали. У нас осталось 2 секунды, сейчас поремкаемся и станем более полезными в бою. Главное сейчас под раздачу не попасть. Нас осталось двое. Понятное дело, что с учетом того, что я шотный, да и Комет, в принципе, я бы не сказал, что сильно заряжен хпшкой, то, скорее всего, наша песенка спета, и нас сейчас будут выносить. Так, сейчас сработала подкруточка, такая вот типичная для игры, когда ты, ой, блин, прилетел. Боже мой, как четко. Ребят, картон картонный. Вопросов нет, и ставить ставку на то, что вы будете рикошетить, я бы не рекомендовал. Позитивы по танчику однозначные есть. Вырезать данный бой не планирую, и не планирую этим заниматься, потому что я пропагандирую свой YouTube-канал как честный канал честных обзоров. И как машина играется, так, соответственно, я ее и показываю. Тысяча нанесенного урона. Что касается результатов по фарму, то с учетом прем-аккаунта, я честоганом за этот проигрыш получаю практически 30 тысяч серебро. По-моему, ребят, довольно неплохо. По крайней мере, за вот такие вот результаты. В команде занимаю среднячок. Безусловно, отыграл не сильно хорошо, но это не повод не зайти еще раз в бой. Меня очень часто критикуют за то, что в моих видео я показываю проигрыши, за то, что я играю как-то неправильно. Ребят, ну положите руку на сердце и скажите мне те в комментариях, кто реально все 100% своих боев выигрывают. Напишите мне те, которые никогда не сливаются. Напишите мне те, которые никогда не сталкивались с ситуацией, когда как бы ты ни старался, все равно поражение. Или напишите те, кто никогда не принимал неверных решений в отношении того, куда поехать, держаться кучей или отколоться и так далее. Друзья мои, бои бывают разные. И для того, чтобы вы понимали, что вам ожидать от машины, вам необходимо видеть не только красивые обзоры на каналах других авторов, которые будут вам показывать машину во всей красе, которые грешат тем, что вырезают один бой из десятка и показывают бой, и говорят, что вот это и есть истинное лицо машины. Ну и уж тем более не стоят внимания те обзоры, которые рекомендуют как честное, когда вы смотрите нарезку из разных боев, в которой вам показывают самые интересные, самые красочные и зрелищные моменты. Смотрите те обзоры, которые показывают бой от начала до конца, и особенно те бои, которые показывают недочеты машины, ее минусы. В каждой машине есть минусы, и вообще я придерживаюсь мнения, что плохих машин в игре практически нет. Есть просто машины, которые нам подходят, либо нам не подходят. И вот для того, чтобы понять, подходит ли тебе лично машина, я рекомендую смотреть исключительно честные обзоры на нее. Ну что, поехали! Попытаемся чего-нибудь сделать. Пущу кого-нибудь вперед на амбразуру, допустим, того же ЛТТБ. Да, порой приходится и так поступать. Не всегда стоит рваться первым в бой, порой стоит кого-то пропустить перед собой, для того, чтобы быть более полезным своей команде, для того, чтобы иметь возможность реализовывать машину, с учетом всех недостатков, которые в ней есть. ВЗ-121 ГФТ. Привет, друг ты мой любезный. Понятное дело, что сейчас ты будешь пытаться меня выцелить, ну а я буду пытаться не попасть к тебе под раздачу. Нет у меня такого желания. Подвижность машины позволяет абсолютно спокойно там перекатываться как-то. Если бы не сейчас подъем в горку, то в целом я бы вполне спокойно ВЗ-шку изначально закрутил. Ну а так получается в борт к ней заехать, но немножко поздновато. Все-таки получаю тычку. Что касается, друзья, моей точности по орудию. Просто обалденная, классная точность. Действительно можешь нормально отыгрывать, действительно можешь нормально закидывать, выцеливать какие-то серые зоны. Так, как тут стоит наш товарищ? Поехали его покрутим. Почему бы и нет, как говорится. Касанул сейчас. Очень-очень-очень касанул. Почему? Почему именно так? Мне так не нравится, я так не хочу. Мне хочется, чтобы я набрасывал урон, а не просто так что-то непонятное делал. Да, жаль было парня сейчас. Искренне жаль, потому что такие игровые ситуации крайне неприятные, когда ты на БТ-шке и ты не можешь повернуться. Это, ну, прям вот совсем, совсем неприятно. Башня вроде бы и есть, точнее, не башня, а... Рубка, но толку нет абсолютно никакого. Так, кобит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, комик, не отправляй меня, пожалуйста, в ангар. Я не хочу в ангар. Я хочу тебя добрать и как раз тебя отправить. И таким образом сделать хотя бы один фраг за этот бой. Что могу сказать от себя за данную машину? Я не любитель легких танков. Я люблю танки тяжелые, я люблю ПТ-шки. Им просто под настроение. На ПТ-шке где-нибудь постоять, в снайпера поиграть. На ТТ-шнике подольше в бою пожить. Пускай медленнее передвигаться. Но при этом, ребят, быть, знаете, такой массой, которая продавливает какое-то направление. Но при этом всем некоторые машины легкие мне действительно нравятся. И М41-90, он действительно достоин того, чтобы на нем играли любители легких танков. Он действительно очень классно отыгрывается в своей нише. Он очень подвижный. Да, пускай под горку не настолько борзый, как хотелось бы. 56 тысяч серебром за вот такой вот, в принципе, крайне несложный бой. 1750 единиц нанесенного урона. Сделанный один фраг. И в команде по результатам я занимаю, ребят, между прочим, первое место. И я бы не сказал, что для меня это составило каких-то трудов. И я абсолютно не вспотел. Действительно прикольный, интересный танчик, который очень много удовольствия может вам доставить. Покупать или не покупать за 5,5 тысяч данную машину, здесь вопрос очень сложный. Потому что если вы не любитель легких танков или вам сложно справляться с картонностью, то, безусловно, данная машина не предоставит вам всего спектра цветов удовольствия, которые вы могли бы ощутить на ней, если бы вы более хорошо играли на картонных машинах. Но в целом, ребят, 5,5 тысяч за него, с учетом того, что к нему положили, не так уж и дорого. Я не знаю, ребят, рекомендовать или нет. Наверное, рекомендовать не буду, ровно как и не буду вас отговаривать. В данном уж случае точно решать вам, нужен ли вам ли КПЗ М4190 за 5,5 косарей. Мое мнение вы услышали, а главное, увидели, как играется машина абсолютно средняком. Я не стадист и не суперскиловик. Да, играю долго, но никогда не упарывался в то, чтобы быть самым лучшим, да и не вешаю такую медаль себе на шею. А на данный момент у меня все. Это был абсолютно честный, коротенький обзорчик на машину, которая стоит на продаже. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, всегда жду вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok